В город Гал с рабочим визитом прибыла делегация в лице главы администрации президента Республики Абхазия Алхаса Квецения. Рабочие совещания с представителями руководства аппарата президента Республики Абхазия состоялось участием вице-премьера министра экономики Кристины Озган, министра по налогам и сборам Джансуха Мнанба, первым вице-премьером министром сельского хозяйства Бесланом Джокуа, сотрудниками СГБ, ОВД и таможенного комитета. В ходе совещания глава администрации Константин Пиле и руководители межведомственных структур проинформировали о проведенной работе, касающейся их сферы деятельности, доложили о ситуации на местах и работе оперативного штаба по незаконной добыче криптовалют. На 22-го числа января 2020 года был создан оперативный штаб по криптовалюту. Штаб работает в ежедневном режиме, у нас создана между собой такая оперативная связь ежедневная. За этот период силами УВД и СГБ было выявлено небольшое количество, но в общем неоперечность. В частном доме было 4 машинки, еще в одном участном доме 21 аппарат. Было 40 у некого аритарка, занимающегося ореховым бизнесом, по фамилии ежедневная, неважно. И 43 аппарата у дженбурга. Кроме того, на повестке совещания обсуждались вопросы, касающиеся бюджета на 2022 год. Энергетики, документации, ковид-состояние, распределение земельных ресурсов, задолженности по оплате за электроэнергию в районе. Мы все готовимся к бюджету следующего года. Прошу вас уже готовить ваши проекты, хочу вас предупредить. Мы переходим на новые взаимоотношения, будем с каждым заключать трудовые договора. Будут проработаны все должностные инструкции. И прошу вас быть нужным и полезным в своей стране, в родине, в своей работе. Начальник филиала РУП «Черноморэнерго» обратил внимание на технические состояния электросетей и приборов учета, нехватки материалов, которые нуждаются в обновлении. Что касается собираемости за потребляемую электроэнергию, в среднем показатели превышают цифры, аналогичные за предыдущий год. Одной из мер воздействия на должников, которому вынуждены прибегнуть работники «Черноморэнерго», является отключение электроэнергии. Отметил Ниач Гириная. Глава района подчеркнул, чтобы отключения абонентов от сети происходили в индивидуальном щадящем режиме, на что Ниач Гириная ответил, что на данный момент это не представляется возможным и требует дополнительных ресурсов. Меры противодействия у нас какие? Эффективный, единственный эффективный метод – это отключение, которое мы регулярно производим. Такой метод жесткий, но без этого метода у нас как бы не получается, потому что индивидуальных приборов учета нет, индивидуально отключать не получается все. На сегодняшний день 180 тысяч киловатт. По сравнению, допустим, за 2018 год 175 тысяч, в 2019-194, в 2020-2021. Что касается налоговых показателей, в районе начальник налоговой службы Роберт Жиба пояснил, что план по всем видам налогов перевыполнен. Есть небольшие задолженности, которые связаны с административными моментами. У нас в Багарскому району первое полугодие завершили план с перевыполнением на 2 миллиона 567 тысяч. По всем видам у нас по чуть-чуть перевыполнение. Представители руководства президента подчеркнули, что все поручения и распоряжения президента Абхазии должны исполняться четко и эффективно. Необходимо эту работу наладить совместно с органами исполнительной власти, с главами администрации сел, с теми, кто взаимодействует повседневно со всем обществом. Эта встреча вызвана теми событиями, которые сегодня в кризисном режиме происходят в Абхазии и с тем совмещанием, которое проводил президент и его поручениями. Неуплата налогов всех видов земельных, неуплата за электроэнергию, в Абхазии, это имеет место с окончания войны. И есть даже, если посмотреть по селам, во всех районах, такие неплательщики, которые с окончания войны не платили ни один рубль, наверное, и налог на землю, и аренду, и за электричество. Руководитель аппарата президента отметил, что все показатели в районе лучше, чем в других районах, и обратил внимание, что майнинг запрещен, и надо это усвоить раз и навсегда. Альхас Квицинья подчеркнул, что энергосистема нуждается в обновлении и инвестициях, но привлечение инвесторов расценивается как продажа Родины, но отрасль требует огромных капиталовложений. У нас, если слово инвестор больше говорит, что будет вкладывать в какую-то отрасль, это тут же переводится в продажу Родины. Сегодня 10 тысяч человек, допустим, условно, занимаются майнинг, да? Остальные 150 тысяч почему должны сидеть без света? Кто ответит? В больнице наши почему без света должны оставаться? Верное отключение почему должно быть из-за них? Почему? Сегодня мы все должны понять, что ситуация в энергетике у нас сложная, и мы друг другу все должны помочь. Мы рискуем очень скоро остаться вообще без света. Изначально был иден запрет на пост, то есть не увеличивая количество машин, которые могли бы быть использованы для майнинговых товарей. Это первое. Второе. Было получено единому оператору, то есть черномород, это определить предельно допустимую мощность и конкретно направление по регионам, где эта деятельность может осуществляться. Соответственно, такого решения не было принято, потому что нам предстоял перетон в связи со спонсоркой и в УПС и в осенне-зимний период. Кроме того, данные правила определяют условия, при котором предприниматели, которые хотели заниматься деятельностью по добыче криптовалют, должны были витализовать официально ввезенное раннее оборудование, обратиться в черномород для этого, если есть такая техническая возможность, получить технические условия, оплатить техническое присоединение, если это возможно, заключить договор и по установленному тарифу, по вышенному, заниматься данными деятельностями. Дорогие коллеги, поговорили со своими родными, близкими. Да, мне кажется, что это легкие деньги. И в большое дело, я вас в первую руку подключил, вот две-три машинки, ну нет, каждый подключает, когда получается там большая новость. Вот в этой парке у нас 120-120 мегаватт было. Сейчас все это потребление, оно практически не упало. 100 мегаватт как минимум у нас и в одно уходит. Это огромная энергетика. Это все переночевало в частные дома. О ковид-ситуации в Галском районе главного врача Стамургамги сообщил, что ситуация намного лучше относительно других районов. Хоть и небольшой рост, все же наблюдается. В районе на данный момент 70 ковид-больных с положительным результатом, которые наблюдаются в основном в частном секторе. Эпидемиологическая обстановка по Галскому району более благоприятная, в отличие от западной части Республики Абхазия. Прирост небольшой, конечно же, отмечается, но пока все стабильно, все контролируемо. В связи с последними данными по ковид-ситуации на КПП «Ингур» был уже окончательно установлен медицинский пункт стационарный, где ведется учет статистика пересекающих граждан. К ним определенные требования для пересечения. Но в связи с тем, что вакцины в Республике Абхазии, к сожалению, закончились, есть такой шанс у жителей привиться в сопредельном государстве. То есть здесь такого жесткого критерия нет. На государственной границе по реке «Ингур», благодаря ее открытию, количество людей, которые ранее пересекали границу нелегально, скнизилось. Ко всему прочему, наблюдаются случаи контрабанды, проинформировал начальник погрануправления ФСБ России в Абхазии Владимир Молодцов. Из 5 тысяч человек были, соответственно, наложены штрафы. Все вы знаете у нас. Но в основном это, да не в основном, а 99% это наложение административных штрафов. То есть 4 800, 2 400. Но если быть точным, то порядка 5 миллионов рублей штрафов не было взыскано за прошлый год. За этот год, ну за это полугодие, цифра практически аналогичная. Константин Иванович знает мое отношение, так скажем, к людям. Всегда никто никаких, я скажу, ну просто скажу, безвыходной ситуации мы никого не ставим. Но тем не менее, есть те, кто неоднократно, есть ложные нарушители. Те, которые, ну так и откровенно говорят, что они не намерены оплачивать эти штрафы. По вопросу контрабанды сигарет передового не было. Если мы подготовим предложение и будем просеять руководство, чтобы наша граница Ингур работала как настоящая граница любого государства со всеми отсюда вытекающими. Должна работать таможенная служба в полном объеме. Должны быть магазины, в Дюке Фри должна быть определенный тот определенный перечень товаров, который разрешен к вывозу. Какая-то группа, которая возможна для ввоза. Есть ситуация по транзиту, не обязательно какой-то грузинский товар. В Абхазии об этом речь может не идти. Есть транзитные дела, есть какой-то груз, который перейдет в Российскую Федерацию. Мы будем как транзит уже с нашей стороны работать. Кстати, это тема очень серьезная и тема нужная. Абхазский ценник обратился к представителям СГБ и таможенного комитета по вопросам контрабанды прокомментировать, какие меры производятся, чтобы вызыскать штрафы у злостных нарушителей и что делается в этом направлении. На данный момент по официальным комплектам пропуска по двум постам и один тренинг пост в Средиземном Тургерске нас открыто на рту. В Акунхо проходят грузы, которые предостаточены для ремонта инкультеза, строительства дороги и международные гуманитарные грузы. Все грузы сопровождаются соответствующими документами. И мы в грузов, и в грузах они сегодня походят без грузов. Если у кого-то какие-то лекарства... Если мы хотим, чтобы у нас был свет и дороги, за эти услуги надо платить, подчеркнула министр экономики Кристина Усган. Есть одно простое уравнение. Если мы хотим, чтобы горела лампочка, крайне теплая вода, и к нашему дому подходила дорога, за эти услуги надо платить. Вовремя и в полном объеме. И тогда у государства будет возможность дать такие услуги. А иначе, к сожалению, у нас других источников решения этих задач нет. Каждый получит свое по заслугам и все должны отвечать за свой участок работы. От главы села до энергетиков заявил начальник ОВД по Галскому району Лоуренцо Кухония. Если мы будем реагировать вместе на происходящее, те же самые главы администрации сел будут отказываться от участия в этом процессе, от подписи в составляемом акте, тогда будут приниматься наверное другие решения в этом направлении. То есть есть команда президента, мы ее выполняем. Насколько мы ее хорошо выполняем, это будет уже судить наверное руководство страны, руководство ведомств, в которых мы работаем. Вот как-то так. Пора от слов переходить к действию, сказал Алхас Кецыния, обращаясь к главе и принимать решение моментально в случае нарушения действий тех или иных служб. Тему документации удостоверяющих личностей, за которых страдает население Галского района, а сам район превращается в резервацию, подняла депутат районного собрания Ольга Белоусова. Мы хотим, чтобы вы знали, что аннулировалось в 2016 году наши паспорта. Вы не только решили наше гражданство, но и сильно унизили нас, забрали будущее наших детей. Блестящие выпускники наших школ не видят перспектив в дальнейшем в своей угрозе уезжают на обучение в музей в публике Грузия, становятся там высококвалифицированными специалистами и сюда больше не возвращаются. Когда Владислав Григорьевич Адзимов призвался в Зарканцев вернуться, он не видел у нас врагов. И почему вы искусственно создаете галерию Сепархи? Мы хотим, чтобы вы видели в нас людей. У нас здесь похоронены предки, здесь наши родительские дома. Мы не утились об обладе государства, являемся добросовестными налогопотельщиками в большинстве своем и воспитываем детей, любящих свою родину. Вместо того, чтобы обидели однажды в такое трудное время, вы делите их на своих и чужих. Есть территория людей, оборигенных коренных разцев, которые имеют полное желание вернуть себе свою национальность и фамилию в первозданном виде. Мне хотелось спросить, кто сегодня мешает Абхазу стать Абхазом. Я вот так, наверное, задал этот вопрос. Честно вам скажу, мы давно этим вопросом занимаемся, но нам нужно в обществе найти в этом вопросе понимание, чтобы общество к этому вопросу подходило поедино, да, с одним подходом, чтобы был, и решить этот вопрос раз и навсегда. Константин Пеллия призвал работать всех на результат, гибко и оперативно реагировать на самые серьезные вызовы. Каждый из вас должен осознавать меру ответственности за свои действия и решения, за судьбу людей, ради которых мы работаем. Подытожил глава района. Анжела Белава и Луна Микава и Ника Гачава Галтова и Луна Микава